Приветствую вас, вообще, по вашему описанию, у меня складывается такое ощущение, что у вас совсем не было детства. Вот как-то, как-то так, такая у меня возникла ассоциация. Вот не было детства у вас, то есть вы не доиграли. И есть некая потребность в том, чтобы сейчас доиграть. То есть вы в свои 19 лет, вероятно, очень много всего делаете, потому что надо. И очень мало вы делаете чего-то, потому что хочется. А мне кажется, что это ключевой момент для понимания вашей проблематики. Вот, например, почему в 19 лет вы работаете и учитесь? Ну, в 19 лет, 19 лет это не такой возраст, когда уже обязательно нужно работать. Но, тем не менее, вы это делаете. И я полагаю, что у этого есть свои причины. Я полагаю, что у этого есть свои обстоятельства. Возможно, у вас нет выбора, и вы вынуждены работать. И именно потому, что вы вынуждены работать, вполне возможно, что у вас есть обида. Обида на, ну, может быть, может быть, своих родителей, либо на ещё кого-то из родительских или значимых фигур. Бывает и такое, что человек считает, вот, просто считает, что должен работать. Так-то оно так, но работать можно и нужно только тогда, когда хочется. Если не хочется, то работать не нужно. А у вас, судя по тому, что вы написали, работа происходит по нужде. То есть, вы вынуждены это делать. И вот именно эта вынужденность заставляет вас чувствовать себя так. Но, пожалуйста, не позволяйте себе играть словами. В это состояние, состояние вынужденности, вы, без малого, поставили себя сразу. Вопрос, конечно, заключается в том, как и почему и понимаете ли вы это, что поставили себя в такое состояние целенаправленно? Ну, то есть, не целенаправленно, но что ответственность, ответственность за это состояние лежит именно, именно на вас. Вот. Если понимаете, то хорошо. Если не понимаете, то нужно с этим, конечно же, разбираться. То есть, нужно находить эти элементы и отличать то, чего хотите вы от того, например, ну, чего хочет от вас другой, допустим, человек. Я полагаю, что это ключевой момент. Когда вы говорите, хочется спрятаться, не хочется уйти и так далее, эта вещь идет о грузе ответственности, который вы берете на себя. то есть груз ответственности за то, что вы вынуждены делать. Ну, по той или иной причине. За то, что вы, быть может, должны делать. По той или иной причине. И мне представляется эта ситуация так, что от лишней ответственности, конечно же, нужно избавляться. Она вам ничего хорошего не несет. Возможно, больше, возможно, имеет смысл больше отдавать предпочтения своим желаниям, больше отдыхать, больше думать о себе, больше заботиться о себе, больше хвалить себя, больше делать что-то, опять же, для себя. Только так вы можете перестать испытывать те ощущения, которые вот сейчас, на данный момент испытываете. Ну, потому что больше нет информации, да, то есть вы не предоставили информации о себе больше. И, соответственно, я отвечаю вам, исходя из того, что и есть. Значит, вполне возможно, что вы не принимаете себя. То есть вполне возможно, что вы считаете, что не дотягиваете до какой-то, знаете, ну, до какой-то рамки, до какой-то планки, до какого-то уровня. Вот. Такое, в принципе, тоже может быть. И если это действительно так, то с тем, откуда взялась данная планка, да, кто её установил, нужно разбираться. И чем быстрее, тем лучше. Потому что, как я уже сказал, у меня такое ощущение, что вы живёте не с собой, вы живёте не своими желаниями, вы живёте, ну, желаниями других людей. Вот. Так мне кажется, исходя из того, что вы написали. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И небольшой такой подскриптум, пожалуй. Мой коллега, мой коллега, совершенно справедливо заметил, что вы не обозначили ни точки отсчёта, то есть с какого момента всё началось. Да? То есть вот, ну, какие события повлекли за собой такое ваше состояние негативное. Да? Потому что в последнее время это очень растяжимое понятие, а нам всё-таки нужно что-то такое более конкретное, что-то такое более, ну, более живое, что ли. Более ощутимое, более, более, более подвергающее анализу, скажем так. И, на мой взгляд, если вы для себя вот эти моменты, моменты хотя бы выделите просто сами, сперва, для себя. Я не говорю пока о том, чтобы с этим идти к психологу, да, потому что, ну, мало ли, может быть, вы не готовы или что-то ещё. Вот. Но, в любом случае, сперва, для себя выделите, выделите, значит, вот эти вот конкретные моменты. Это первое. Второе. Постарайтесь выработать к этому своё отношение личное. Своё личное отношение. То есть как, почему, из-за чего и так далее. И ещё один важный момент заключается в том, чтобы вы сформулировали свой вопрос. То есть вопрос именно к психологу. Вопрос именно к психологу, то есть что вы хотите конкретно. Конкретно от психолога без запроса вряд ли можно будет как-то вам помочь. Потому что любой, любой психолог, если он профессиональный, если он уважает, значит, своих клиентов, если он уважает, значит, своих клиентов, если он уважает, значит, своих клиентов, если он уважает, значит, своих клиентов. себя, да, что, соответственно, он никогда не будет ничего делать против воли клиента. То есть нужно, чтобы вы, вместе с психологом, возможно, это идёт как отдельная тема, выявили бы, что конкретно хотите поменять, что хотите изменить, что вам может быть, ну, может быть, не нравится, что нравится, что устраивает, что не устраивает, именно в текущей вашей жизни, то есть не по проблеме самой, да, а именно по, вот, текущей жизни, то, что вы непосредственно делаете, собственно говоря. На мой взгляд, это является самым главным, то есть формирование вашего запроса именно от него, от запроса зависит то, как будет происходить работа. то есть если запрос будет найден, то я полагаю, я полагаю, ситуация будет гораздо лучше и гораздо определённее. Ну и, собственно, отсюда возникает ключевой вопрос к вам. Что именно вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась? что именно вы готовы сделать для того, чтобы ситуация стала другой? То есть что вы, что вы готовы предпринять? Ну вот, если готовы действительно работать, то, конечно, мы вам поможем. Ну ага, если нет, если это вопрос такой, с целью просто поинтересоваться, так, вот, то, на мой взгляд, далеко мы не уедем, так. Потому что обычно сопротивление возникает при, ну, при начале работы сразу. вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Ага, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку, я буду рад помочь вам. вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. парень, спасибо. И вот. Поехали! Друзья, спасибо!